Орнитологи и сотрудники госкорпорации «Лимструй» наполнили кормушки, которые расположены рядом с гнездовьями птиц. Зеленушки, утки и другие коренные жители этого природного уголка уже вывели потомство. По словам специалистов, летняя калорийная подкормка – большое подспорье для птиц-родителей, которые круглые сутки ухаживают за птенцами. Кормушки мы располагаем в местах, наиболее вероятных для посещения птицами. Если для водоплавающих птиц мы кормушки ставим почти в воду, на берегу, это вот по берегу этого ребяжьего пруда, туда дальше, то вот эти кормушки, которые мы сейчас засыпаем для зерноядных птиц, для гнездящихся здесь, расположены высоко на берегу, и желательно под деревьями, которые служили бы им присадой, чтобы они с дерева видели, что здесь корм. Одни птицы живут в орнитологическом парке постоянно, другие останавливаются здесь на отдых. Охраняемая природная территория расположена на пути миграции огромного количества пернатых, которые пересекают этот участок на пути к местам гнездования. Чтобы создать максимально комфортные условия для отдыха и кормления как перелётных, так и осёдлых птиц, только рядом с левяжьими озёрами установлено порядка десяти кормовых столиков. В меню пшено, дроблённая кукуруза и другие корма. По словам специалистов, птицы привыкают к регулярной кормовой базе, прилетают сюда постоянно, а орнитологи наблюдают за ними и изучают особо охраняемые виды. Очень много чёрных дроздов. Водоплавающие птицы сейчас по берегам этого водоёма выводят птенцов. Вот тут и черки, и кряквы. И сейчас их увидеть очень тяжело, потому что или птицы сидят на яйцах, или с малышами, с маленькими птенцами, прячутся в густой траве, где находят все пропитание. Здесь достаточно богатая для них кормовая база. Вот много водных насекомых, которыми питаются птенцы. Территория второго кластера была огорожена с самого начала олимпийской стройки. Здесь пруд естественный и давно сформированный. Как говорят специалисты, сохранять надо не отдельные виды, а так называемый биотоп – весь ареал. Несмотря на то, что вокруг ведутся работы, здесь стабильный богатый видовой состав не только орнитофауны, но и представителей растительного мира, земноводных, присмыкающихся насекомых. Запланировано ежедневное патрулирование всех кластеров. Правда, сейчас это делать тяжело, потому что птицы гнездятся. Приходится очень тихо подходить и осторожно наблюдать за ними. Орнитологический парк площадью 300 гектаров был заложен по олимпийской программе. В большом птичьем общежитии поселили краснокнижных представителей фауны, которых переселили с мест олимпийского строительства в Амеретинской низменности. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.